Привет, ребята! Это Настя. Я уже, мне кажется, переснимала все возможные видео по науке и изучению иностранных языков. Но вот этой осенью австрийско-невецкие исследователи нас порадовали новым выводом из исследований, который также очень крутой лайфхак, который просто и легко использовать каждому из нас. Поэтому, если хотите узнать, как учить лексику иностранную быстрее, то я вам сейчас расскажу, что они там наисследовали. Итак, эта исследовательская группа изучала, какую роль моторная кора головного мозга — это та область, которая контролирует выполнение произвольных движений — играет в освоении иностранных языков. Эксперименты, которые они проводили, показали, что люди гораздо лучше запоминали новые иностранные слова, когда они показывали их жестами, а не просто слышали перевод или даже смотрели при этом на картинку. Участников эксперимента разделили на три группы и показали набор слов и их перевод на родной им язык. В этом случае в эксперименте это был немецкий. При этом первой группе дополнительно показывали поясняющие картинки. Вторую просили жестами показать эти слова. Ну а третья — это группа контроль. Они просто заучивали слова с переводом. После обучения все эти три группы попросили воспроизвести слова. Это были восемь дней спустя, два месяца спустя и полгода спустя обучение. И оказалось, что у взрослых не просто они больше слов запомнили, но и на более долгий срок эта память сохранялась. Меня этот эксперимент уже сам по себе впечатлил, потому что, если вы помните из моих более ранних видео про изучение иностранных языков, мы всегда говорили, что лучше всего слова учить с флеш-карточками. И не просто с флеш-карточками, а где с одной стороны слово на иностранном языке, а с другой стороны картинка. Потому что наша визуальная память — она просто нереальная. Мы очень быстро запоминаем визуально, и её объём просто огромный. С жестами что интересно, это то, что этот эффект, он одинаково сильный как для лексики, которую мы легко можем выразить жестами, например, играть на скрипке, так и для абстрактных слов, такие, например, как демократия. Всё равно, если мы найдём какой-то жест, которым мы это можем изобразить, этого достаточно для того, чтобы так же эффективно это запоминать, как и бегать. Этот эффект, на самом деле, был ещё ранее описан в 2008 году в исследованиях с детьми, где было две группы детей. Одна учила слова при помощи визуальных картинок, другая — при помощи движений. И там были точно такие же результаты исследований. Дети, которые использовали движения, они запоминали гораздо больше новых слов. И из этих исследований учёные приходят к выводу, что то, насколько эффективно мы можем запомнить иностранные слова, зависит от сенсоромоторного контекста, который идёт в ходе изучения слов. То есть если мы обогащаем учебный процесс не просто визуальными стимулами, но и двигательными, то мы оставляем более значимый след в нашей памяти. Кроме того, что, получается, движение влияет на процесс кодирования памяти, движение также помогает удерживать нашу мотивацию. Потому что даже если такому гику, повёрнутому на обучении, как мне, сложно долгие часы находиться в одной позе и смотреть в одну точку, то что уж говорить про детей, которых заставляют за партой сидеть, не двигаясь, часы и часы каждый день. И, может быть, вы помните, в университете Вены на некоторых классах по когнитивистике нам говорили, как только ваше внимание начинает плыть, поменяйте место. Перейдите, пересядьте в другое место. Постойте, походите. Со стороны это, конечно, выглядит, как будто студенты ходят и не слышают. Но как ни парадоксально, на самом деле, когда мы вовлекаем разные сенсорные системы, то мы становимся из пассивных участников учебного процесса, становимся более активными. И это, наоборот, помогает нам удерживать внимание и учиться. Интерес и вовлечённость невероятно важны в изучении иностранных языков, и с этим отлично справляется платформа онлайн для изучения английского языка Puzzle English. Главная фишка Puzzle English заключается в том, что всё обучение строится на развлекательном контенте, то есть отрывках разных из фильмов, сериалов, песен, из разные игры. Вы можете выбирать уровень от начинающего до продвинутого среднего и также выбирать свой акцент. Это может быть американский, британский, австралийский или даже ирландский. Все эти развлекательные материалы идут с интерактивными субтитрами, что значит, что вы в любой момент можете кликнуть на слово в субтитрах, посмотреть его карточку в словаре, можете её сохранить. Но также вы можете посмотреть, как это слово используется в других контекстах, в других отрывках. Это невероятно круто помогает запомнить лексику. Когда я готовилась к поступлению в свой англоязычный колледж, я помню, как я… Ну это был 2003 год. Очень давно у меня был Oxford словарь, вот такой ширины. Я лежала на полу и выписывала одно слово, как оно в десяти разных других предложениях и контекстах используется, и это то, что именно делает Puzzle English. Тренировать восприятие языка на слух можно при помощи их аудио-пазлов и видео-пазлов. Вы просто слушаете отрывок из какого-то фильма, сериала, подкаста, шоу и собираете это предложение по кусочкам как пазл. Если вы вдруг, ребята, никогда не пользовали пазл, у них настолько много функционала, что… Ну реально, если для first-time user, тот, кто первый раз использует, может быть, это будет очень много… Не знаешь, с чего начать. У них есть такая функция, как личный план, который позволяет тебе настроить, на каком ты уровне пройти тест. Он тебе даст уровень. Ты говоришь, сколько ты минут хочешь заниматься от 20 до часа и в какие дни, каждый день или по каким-то дням. И он будет тебе составлять программу с учётом того… Тех упражнений, которые ты ещё не делал, на твоём уровне в необходимом объёме, и у тебя есть план на день. Ну и что мне особенно всегда нравилось в Puzzle English, это то, что в ограниченном количестве вы можете каждый день по чуть-чуть заниматься совершенно бесплатно на платформе. Вы можете начать с этого так попробовать. Если вам нравится какой-то определённый раздел, то вы можете купить на него подписку на год. Или, если вы хотите заниматься без каких-либо ограничений на платформе, у них есть план премиум, который можно купить на один месяц, на год или навсегда. И сейчас как раз к приближающейся Чёрной пятницы, у них есть оффер с 75% скидкой на премиум навсегда. Это, по-моему, 3690 рублей сейчас. Обратите внимание, что эта скидка будет длиться до 30 ноября. Все подробности будут в инфобоксе. Ну и сейчас я вам хочу рассказать про два педагогических подхода в изучении языков, которые используют вот это преимущество моторной коры головного мозга. Первый — это Total Physical Response. Это подход, который был разработан американским психологом Джеймс Ашером, который, наблюдал за тем, как родители разговаривают с их маленькими детьми. Как мы знаем, дети весь свой вокабуляр к шести годам жизни имеют именно из разговоров с взрослыми. Поэтому так важно всеми имеют взрослых, которые разговаривают с детьми. Так вот, он наблюдал, что родители не просто говорят с детьми, они очень сильно жестикулируют, неосознанно, не отдавая себя в этом отсчёт. И он в экспериментах показал, что действительно эффект, почему дети быстро учат язык, потому что родители используют жесты. Это легло в их педагогический подход, когда ученик, заучивая взрослый ученик слова, должен был его как-то изобразить жестами. При этом ты нарочито преувеличиваешь свою жестикуляцию, свою мимику. И жест может быть абсолютно любым и креативным. Например, если я хочу выучить слово «яблоко» на иностранном языке, я могу нарисовать яблоко. Я могу сделать жест, что я срываю это яблоко с дерева, что я надкусываю яблоко. Я могу, не знаю, вертеть айфон в руках. Не важно, насколько этот жест точно изображает это слово, потому что, как мы говорили, жесты работают даже для абстрактных слов. Важно, чтобы consistently, чтобы какой-то конкретный жест ассоциировался с каким-то конкретным словом. И в экспериментах как для детей, так и для взрослых жестов, именно такой метод изучения лексики с использованием жеста каждый раз более преимуществен, чем изучение языка просто через перевод или через картинку, смотря на картинку слова. Ну а второй метод был описан ещё в XIX меке лингвистом Гуэн-Франсуа, который даже не подозревал, что существует моторная двигательная кара головного мозга. Но он был моим собраном по несчастью, потому что он тоже пытался выучить немецкий, и всё долго-долго не мог. Но он наблюдал за своим племянником, который с лёгкостью разручивал новые слова. Он описывал, что он видел, как тот выучил какую-то новую лексику, и он сам с собой играет и разыгрывает сценки с вот этими новыми словами, которые он узнал. И его подход заключается в том, что преподаватель… Во-первых, учатся слова не индивидуально, а шесть-восемь предложений — маленькая история, в которой в каждом предложении есть глаголы, и эти глаголы от того же лица, например, «я» или «он». И преподаватель вначале эти шесть-восемь предложений произносит и также разыгрывает как бы пантомимы, показывает жестами. После этого ученики должны повторить только жесты, не повторяя саму лексику, а после этого делать и жесты, и лексику. И знаете, что мне это напомнило? Мне это напомнило мой опыт участия в театральных постановках, потому что я была в Софии в горе от ума. И это так интересно, что я достаточно хорошо помню свой текст. Вы помните, это достаточно длинный текст. И именно когда я вспоминаю, как я двигаюсь по сцене, жесты, которые я делаю, мне тут же на ум приходят все мои слова, которые я должна при этом говорить. Но если я не представляю себя на сцене, то я не могу с такой же лёгкостью воспроизвести слова. И мне кажется, что это нечто подобное. Мне этот подход нравится даже больше, потому что особенно для взрослого ученика, когда нам… Ну как бы мы не учим слова по отдельности как маленький ребёнок, а нам нужно скорее какие-то куски текстов заучивать, чтобы уметь их использовать в среде, этот подход даже лучше. Ну и сегодняшний розыгрыш, ребята, — это книга «Уступите место драме» Людмилы Сарычевой. Это редактор, писатель и педагог, который учит тому, как делать тексты, в особенности тексты более сухие, как их сделать захватывающими. И под сухими текстами я имею в виду те, которые, например, о бизнесе, экономике, бухгалтерии или, как в моём случае, о науке. Она говорит о том, что одно дело — да, точно понять информацию, точно передать её, не сделать ошибок, сделать её полезным. Но точная информация — не всегда захватывающая информация. И я это знаю лично, потому что очень часто, когда я делаю сценарии, я целые куски… Вы, если бы видели мои сценарии, там «скип-скип-скип», «пропустить-пропустить-пропустить», когда наука очень тяжёлая. И мне кажется, по моему прошлому опыту, что это не так вам интересно вдаваться в детали. Но тут также тот момент, что я, может быть, не умею ещё захватывающе передать вам эти детали. И эта книга, она говорит о том, что, используя техники из театра, мы можем добавлять драму, добавлять эмоции нашим текстам даже на такие более технические темы. Если вы работаете в журналистике, в копирайтинге, в блогинге, и вам нужно делать чёткий технический текст более захватывающим для вашего читателя, удерживать внимание, возможно, здесь вы найдёте свои ответы, и, возможно, тут я найду свои ответы. Я рандомно выберу трое из вас, кто оставил комментарии под этим видео, и через семь дней свяжусь с вами с деталями формы, которые нужно будет заполнить, чтобы получить одну из трёх копий этой книги. Если вы хотите посмотреть видео, где я рассказываю о том, как ребёнок не успеет родиться, а уже имеет акцент, как это происходит, почему и как это преодолеть, если хотеть хочется, то кликайте сюда, и я увидевшись с вами в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok